На этой неделе в регионе началась акция по установке пожарных извещателей в квартирах многодетных и малоимущих семей. Небольшая белая коробочка с нехитрой электронной начинкой может спасти жизнь, что уже неоднократно доказано на практике в десятках городов России. Наш корреспондент Анна Центовска узнала, кому же светит в прямом смысле слова этот прибор и правда ли незаметный приборчик под потолком разбудит самого отчаянного любителя поспать. Двенадцать детей. Восемь из них несовершеннолетние. От мала до велика. Все дружные и счастливые. Однако, те еще озорники. И как тут за всеми уследишь? На помощь семье Закуновых пришли сотрудники пожарного общества и МЧС. Не только установили сигнализации, но и объяснили, как они работают. Первое, что вы должны, это поупасть на пол и крикнуть. Всех разбудить. Он нужен для того, чтобы вас только разбудить. Он никуда сигнал не передает. Вот. Небольшое, но очень громкое устройство теперь будет охранять их жизнь. Казалось бы, такая простая вещь, а сколько ужасных последствий может предотвратить. Услышав сигнал, нужно сразу звонить пожарным и покинуть помещение. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дети это вообще непредсказуемые такие существа, которые могут натворить когда угодно, что угодно. То есть это в спички могут взять. Особенно у нас есть один товарищ, который тут в любой момент что-то может. И, конечно, эти датчики, они просто необходимы, потому что без них, ну, вот как воздух они нужны. Установка сигнализации абсолютно бесплатна. В рамках проекта повышения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары. И если в прошлом году было установлено 56 приборов, то в этом году 320. 152 600 рублей на все. Спасенные жизни бесценны. Естественно, охватить все семьи это нереально и, наверное, невозможно. Поэтому предпочтение у нас отдается отдельным категориям граждан. В первую очередь это многодетные семьи, малоимущие граждане, одинокие престарелые. Для того, чтобы именно вот эти семьи защитить в первую очередь. По статистике МЧС за этот год в Чувашии зарегистрировано более 950 пожаров, в которых погибло 57 человек. Двое из них – дети. Если бы в каждой квартире был такой извещатель, количество трагических происшествий было бы значительно меньше. Приобрести сигнализацию, кстати, может любой желающий. Анна Центовская, Сергей Емельянов, Республика.